Замена игроков в правительстве края начались кадровые перестановки. Для здоровья в какие районы края отправятся студенты-медики. Кросс от инфаркта, как алтайский врач в 80 лет, то лучшим в мире бегуном. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии. Татьяна Голубева, здравствуйте. Александру Карлину вручили удостоверение сенатора в Совете Федерации. Бывший губернатор Алтайского края вошел в число 13 новых сенаторов в Верхней Палаты Парламента. Удостоверение новичкам вручили на первом пленарном заседании осенней сессии, которая прошла накануне. Александр Карлин стал одним из девяти новых сенаторов, которых делегировали вновь избранные губернаторы. Теперь он будет представлять Алтайский край в Палате. По данным парламентской газеты, Карлин занял место Михаила Щетинина, который возглавлял Аграрный комитет Совета Федерации. Стало известно о двух отставках в правительстве Алтайского края. Губернатор Виктор Томенко накануне подписал распоряжение, которым с 30 сентября освободил от должности Татьяну Зеленину, начальника Краевого управления по пищевой, перерабатывающей фармацевтической промышленности и биотехнологии. Зеленина покидает свой пост в связи с выходом на пенсию. До 1 октября она завершит текущие дела и отправится на заслуженный отдых. Временно исполняющим обязанности начальника назначен Александр Большаков. Кроме того, сегодня подписано заявление об увольнении в Рио заместителя правительства края Виктора Мещерякова. Официальная причина достижения пенсионного возраста сегодня Мещерякову исполнилось 65 лет. Сейчас это предельный возраст пребывания на государственной службе. Студенты-медики проверят здоровье жителей алтайских сел. Уже на этой неделе они отправятся в Первомайский и Павловский районы края. Профилактическое мероприятие приурочено к общероссийской акции «Добро в село». Будущие врачи с помощью манекенов научат местных жителей оказывать первую помощь и предотвращать появление болезней. А для школьников прочтут лекции о здоровом образе жизни. Кроме того, добровольцы помогут облагородить территорию фельдшерско-акушерских пунктов. Напомним, Алтайский край лидирует в рейтинге по числу болеющих граждан по почетам Минздравы страны. По данным Алтай-Крайстата, за полгода в регионе умерло более 17 тысяч человек. Самое высокое число летальных исходов от инфарктов, инсультов и онкозаболеваний. Герой нашего следующего сюжета точно знает, как победить возраст и убежать от болезни. Свои 80 лет он доказал, даже девятый десяток не преграда для большого спорта. Барнаузский врач-эндокринолог взял пять золотых медалей на международных соревнованиях по легкой атлетике, которые, напомним, проходили в Малайзии. О том, как сохранить хорошую физическую форму на долгие годы, знает Ирина Харитон. Ежегодные соревнования студентов-медиков. Юрий Савинков здесь в первых рядах. Его приглашают не только как уважаемого преподавателя, но и в качестве судьи. Несмотря на солидный возраст, 80 лет, Юрий Ильич – профессиональный легкотлет. За его плечами десятки побед на международных соревнованиях. Тренировка – сама жизнь. Несколько раз в неделю врач добирается на работу бегом, а это 10 километров. Надо иметь голову на плечах. Поэтому, ну, в определенный момент напряженность создается. Приходится вставать в пятом часу и бегать по лесу на работу, а в восемь часов уже в белом халате. Бельгия, Швеция, Германия, Венгрия – и это далеко не все страны на карте побед Юрия Савинкова. 16 лет алтайский врач принимает участие в забегах мирового уровня. Неделю назад он привез из Малайзии пять золотых медалей. Из шести стартов победил в пяти. Поддержанию формы он по долгу профессии обязан знанием свойств организма и постоянной физической нагрузки, но в разумных пределах. Вот и сейчас Юрий Ильич отложил тренировки. После таких забегов необходим отдых. Даже несколько метров пробежки – пустая тратосил. Обосновал он нам свой отказ совершить пробежку для съемок сюжета. Строгий подход к здоровью позволяет ему в 80 лет быть востребованным и в главном деле жизни, оставаться действующим врачом и преподавателем медуниверситета. Юрий Ильич для начала является основателем вообще эндокринологической службы на Алтае. Он является первым заведующим кафедры эндокринологии, которая была открыта в мединституте. И все эти годы он работает на базе нашего отделения. Чтобы оставаться молодым в любом возрасте, Юрий Савенков советует всем не пренебрегать физической нагрузкой. Ведь заботу о собственном здоровье лучше прежде всего поручать не врачам, а самому себе. Тогда и старость может быть в радость. Ирина Харитон, Александр Антропов, Андрей Печоркин. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Реагируйте на погоду. В любую погоду лекарства «Гинкаум» способны устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В краю переменная облачность, без осадков и почти по летнему тепло. В Белокуре-Хибийске и Рубцовске до 20 выше нуля. В Олейске – 22 градуса тепла. В Барнауле без осадков. Ветер южный и умеренный. Днем до 22 тепла. А я напоминаю, телефон редакции в Барнауле прежний – 722-440. К этому часу у меня все новости. Полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова